Это художник, наделенный уникальным видением, которому он научился благодаря богатому жизненному опыту. Больше о нем посетители Национального музея современной китайской литературы могут узнать на новой выставке. Название «Дзян Сяо Цзи» буквально переводится как «сборник, который вызывает усмешки». В нем содержатся десятки стихотворений, которые Хуан Юнь Юй писал в течение семи десятилетий. Там также можно найти нарисованные им картинки и написанные от руки строки. Это была импровизация. Я просто взял листок бумаги и начал на нем рисовать. На этой картине китайского писателя Бадзиня я забыл нарисовать мост, который соединяет линзы его очков. Я подумал, что кто-то потом сможет его дорисовать. Сначала там его не было. Я потом только это уже понял. В канун праздника весны ночное небо выглядит словно сад, наполненный прекрасными цветами и звуками. Они растут один за другим и друг за другом исчезают. Дедушка, куда они пошли? Они превратились в звезды. А кто эти светлячки, которые летают в траве? Это поэты, которые не стали звездами. Они ищут путь домой. Хуан родился в центральной китайской провинции Хунань в 1924 году. Он уехал из своего родного города Фэнхуан в подростковом возрасте и путешествовал по стране. Преследуя мечту всей жизни, он брался за самую разную работу, попутно осваивая всевозможные художественные навыки. Из-за необычного сочетания современности и того, что он называл ароматом почвы, его работы вскоре тронули большое количество людей. Хуан Юнь Юй никогда не получал художественного образования. Возможно, именно поэтому его работы демонстрируют такую инициативность и жизненную силу, уникальность и нетрадиционность. Как сказал однажды господин Хуан, искренность важнее мастерства, поэтому птицы всегда поют лучше, чем люди. Художник всегда должен быть наделён чувствительностью, чтобы исследовать нервные волокна человеческих эмоций. Его миссия – постоянно находить то, на что люди не обращают внимания. Но когда они видят это что-то на твоих работах, они просто поражаются тому, как они могли не замечать настолько простые и очевидные вещи. Мне кажется, что в этом и заключается миссия художника. Неповторимое очарование его работ стало известно и людям за границей. В 1990-х годах Хуан отправился в Европу, где посетил такие города, как Париж и Флоренцию. На своём пути он постоянно изображал людей и пейзажи. Позже он объединил картины и рассказы о своих путешествиях в книге вдоль реки Сены во Флоренцию. Впервые она была опубликована в 2006 году, а затем переведена на итальянский язык. Книга стала бестселлером в Китае. Хотя культурные различия действительно существуют, есть способ их обойти. Французский художник Анри Руссо известен своим примитивным и наивным стилем. Он пишет картины с точки зрения ребёнка. Многие художники могут отразить в своих работах столько жизненной силы, как Хуан Юн Юй, а его завораживающие слова придают ещё большее очарование картинам. Посмотрев на его работы, вы сможете понять, как художник видит этот мир. Он обладает острым восприятием, использует искренние выражения и неотъемлемое чувство юмора. Хуан Юн Юй не только художник, он ещё писатель и поэт, причём очень интересный поэт. Выставка проходит одновременно с публикацией его книги «Дзяньсяо», в которой собраны все его стихи. Для каждого стихотворения он сделал иллюстрацию. Мы считаем, что это очень интересное решение. Умная и молодая мать говорила своему ребёнку «Всё ещё думаешь, что ты маленький? Нет, тебе уже три года». Умный врач говорит мне «Всё ещё думаете, что вы молоды? Нет, вам уже девяносто пять». Мой возраст кого-то злил? Разве кого-нибудь кроме меня касается старые или нет? Старость – не моё изобретение. Я не подобрал её на улице. Я всегда отдаю в полицию всё, что подбираю на улице. Я редко без цели брожу по улицам. Я один дома с моими кошками. На многих глубокое впечатление производит то, что в его стихах мы видим не только тяжесть лет и времени, но и то, как легко он относится к этому, пишет об этом. Он делает трудное простым, умело сочетая лёгкое и тяжёлое. Думаю, это очень сложно. Я ценю его отношение к жизни. Я как-то читала один из его комиксов. Это очень экстраординарный человек, хотя ему уже за девяносто. Думаю, что Хуан Юн Юй из тех, кто знает, как надо жить. Его естественность, способность оставаться большим ребёнком, его отношения к жизни восхищают. Кажется, у многих, особенно у студентов и детей, это находит отклик. Им близки взгляды этого уже немолодого человека, то, как он выражает себя, его язык. Я думаю, что это очень важно и ценно. Взять, к примеру, те иллюстрации, которые мы видели, они по-детски трогательны. Что значит избавиться от внешнего и вернуться к естественному состоянию? Имеется в виду, что за годы люди переживают взлёты и падения, после чего возвращаются к той самой исходной точке, становятся настоящими и простыми, а их жизнь становится проще. Думаю, что это относится и к Хуан Юн Юю. Ему уже за девяносто, а он продолжает много и плодотворно работать, творить. Чувствуется, что в нём по-прежнему есть эта детскость, детская непосредственность по отношению к миру и жизни. Мир его глазами ещё совсем новый. Я думаю, что это чувство вызывают и его романы, и его стихи, и его картины. То есть мы видим пожилого человека, сохранившего в себе ребёнка. Карьера и жизнь Хуан Юн Юя очень насыщены. Как сказал однажды сам этот большой ребёнок, у жизни нет пределов, а будущее — это и есть лучшие годы.